9 мая 1945 года священная дата для всех поколений россиян. 77 лет минуло с того дня, когда завершилась самая страшная и кровопролитная война. Победа в ней – это героический подвиг нашего народа, величие которого не померкнет даже десятилетия спустя. К 9 мая юные саянцы, дети работников акционерного общества «Саянский пласт» подготовили свой творческий подарок. В исполнении ребят звучат поэтические строки, посвященные героям Великой Отечественной войны. Был он рыжий, как из рыжиков врагу, рыжий, словно апельсин на снегу. Мать шутила, мать веселая была, я от солнышка сыночка родила. А другой был черным-черным ее, черным, будто обгоревшее смолье. Похотала над расспросами она, говорила, слишком ночь была черна. В 41-м, в 40-м памятном году, прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба, двое, соль земли, поклонились маме в пояс и ушли. Довелось в бою почувствовать молодым, рыжий, бешеный огонь и черный дым. Злую зелень застоявшихся полей, серый цвет прифронтовых госпиталей. Оба сына, оба, двое, два крыла, воевали до победы. Мать ждала, не гневила, не кляла на судьбу. Похоронка обошла ее. Повезло ей, привылило счастье вдруг. Повезло одной на три села вокруг. Повезло ей, повезло ей, повезло. Оба сына воротилися в село. Оба сына, оба, двое. Плоть и стать. Золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят редком, к плечу-плечо. Ноги целы, руки целы. Что еще? Пьют зеленое вино, как повелось. У обоих изменился цвет волос. Стали волосы смертельной белизны. Видно, много белой краски у войны. Приходят к дедушке друзья. Приходят в День Победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Я не прошу их повторять рассказы откровенных. Ведь терять, опять терять товарищей военных. Которых ищут до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше рядовые. Я знаю, трудно каждый год рассказывать сначала. О том, как армия вперед с надеждой шагала. О том, какая там пальба, как сердце метит пули. Судьба, вздохнут они, судьба. А помнишь, как в июле я молча рядышком сижу. Но кажется порой, что это я гляжу прицел. Что это я готовлюсь к бою. Что те, кто письма пишут мне, уже не ждут ответа. Что даже лето на войне, совсем другое лето. Приходят дедушки друзья, приходит День Победы. Все меньше их, но верю я, они опять приедут. Постарела мать за 30 лет, а вести от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война. Много лет, как все пришли назад. Кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село. Мальчиков безусых не пришло. Как-то раз прислали по весне Фильм документальный о войне. Все пришли в кино. И стар, и мал. Кто познал войну, и кто не знал. Перед горькой памятью людской Разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг. И пронесся материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок! Словно сын и услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей! кричали земляки. Алексей просили. Да беги! Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей! Алешенька, сынок! Словно сын ее услышать мог. Дома все и чудилось в кино. Все ждала. Вот-вот, сейчас в окно. Посреди тревожной тишины Расстучится сын ее с войны. Их расстреляли на рассвете, Когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, И эта девочка была. Сперва велели и в раздеться, Затем к обрыву со спиной. И вдруг раздался голос детский, Наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снят, не дядя, Не упрекая, не броня. Смотрели прямо в душу глядя, Трехлетней девочке глаза. Чулочки тоже. В смятенье эсэсовец объят, Рука сама себе неволе Вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским, И кажется, что землю врос. Глаза, как у моей утины, Сметенье смутно произнес. Овеянный невольной дрожью. Нет, он убить ее не может, Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, Снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, А если б дочка твоя Вот здесь бы так легла? И это маленькое сердце Пробито пулею твоей. Ты человек не просто немец, Ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец упрямо, Шагал, не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума В сознании отправленном сожглась. И снова светит взглядом детским, И снова слышится опять, И не забудется навеки, Чулочки дядя тоже снять.